это наш новое видео из леса идем проверять мосты через реку возик что с ними стало после таяния снега смыло их водой или нет всем привет и это видео из леса тем кто любит ходить по лесам она должно понравиться ну течет нормально да ну хорошо суши она здесь то уже не течет да все теперь в трубу стал утекать я уж все подряд снимать не хочу он говорит зря снимай наоборот все подряд потом пригодится ну да он даже в кроссовках я тут не тону так что я решил последовать его совету в общем мы идем по дороге по которой мы с серёгой ездили на велосипедах кто смотрел наш видос там что-то велопокатушка на 56 километров когда мы ночевали во втором домике за церковью и вот теперь здесь тоже укатали всю дорогу здесь было раньше как сейчас любят говорить атмосфернее дорога была старая накатана а теперь сами видите вот такая значит ты говоришь что там мост тоже из труб стал до в прошлом году был из труб его весной размыло чего этом году сейчас увидим ну да так говорить мы будем ставить по очереди потому что и тише говоришь мне придется резать и звук это ну выше твой делать блин вот не значит здесь нравилось все время я не знаю будет видно нет вот эти перепады там же низина и вот поэтому мне нравилось на велике едешь такие холмы все дела а теперь это мне напоминает это дорогу на сужу один в один да будет кольцо здесь в общем это будет похоже на карту метро кольцевая и все эти через нее ветки вот и здесь также не было этих дорог вот серёга с нами все не поехал а мог бы посмотреть вот здесь какой перепад из горки туда да тут надо знаешь чё по-любому олень сейчас я уже вижу что это ли не лоси то обычно на нас стояли смотрели нет притих я дерево как серёга не скажет я дерево они меня точно не видят мы тела саж видим не нас слушай ну вот смотри они все равно интересно он будет стоять и смотреть да не угарные угарные зверюшки я вот почему и не понимаю этих чё они все ноют вот оградили вот то вот это блин да если бы здесь он не огородил я в жизнь оленей живых не увидел реально вот да мы здесь можем подойти к оленям насколько ну насколько мы на сам близкой метров на 15 до умудряюсь подойти вот а где я еще такое увижу вот скажите мне пожалуйста можно сказать человек осуществил мою мечту я просто он только вон он стоит еще он голову только поворачивает за нами куда мы идем и все ладно олень давай пока найди себе даму с тремя детьми вот смотрите это для наших зрителей здесь раньше были заросли и был такой бревенчатый мост терьма ему серёги он с нами не поехал зря ты не поехал смотри местность как изменилось я думаю что он по дороге который идет туда она выйдет на ту дорогу где раньше было гать первое там из больших поваленных бревен и там было ну такой ручей протекал и мы все рассуждали вот пройти бы вдоль него посмотреть но вот тем мы можем просто здесь пройти по дороге про оленей я не до рассказывал то есть олень я первый раз увидел когда мы ехали по старой суздальской это я был классе классе суши я наверно секунду сейчас я наверно был в этом садике даже последней группе и вот мы там ехали на машине наверное урал ехали ночью и короче мы едем и на этой дороге стоит олень и мы его прям фарме освещаем вот у меня была куча впечатлений поэтому когда мне ребята рассказали что здесь вот оградили оленей разводят и я все как-то потом потом я думал здесь вообще закрытая часть леса и сюда не попадешь и потом вот получается да я с сашей первый раз сюда приехал тогда мы слушаем и сразу олени не видели до в первый раз да мы мы их не видели потому что мы ходили только церкви нет их немало их там много уже было это уже по годам был приличный здесь это дальше церкви не ходили и потом видео где мы серега идем за вереть его уже туда где я в красной кофте спортивном костюме и вот тогда я первый раз увидел уже близко олени но это незабываемые впечатления приезжайте к нам сюда мы вас на экскурсию сюда свой я буду идти медленно так как у меня нет стабилизации на huawei и поэтому возможно я это ускорю я могу конечно дорогу снять чисто на свой но я думаю и так нормально ну да да это то место только она изменилась до неузнаваемости здесь была такая зеленая типа прудика там он было что-то типа болотца и вот здесь как раз и лежал этот мост из бревен вот возможно это остатки старые это а прикинь мы стоим на краю у нас нас держат вот сейчас я это дело засниму нас держит чисто вот эта труба то есть вы сами видите мы сейчас в любой момент можем туда рухнуть вместе с этим песком а ну да забилась труба ты прав хорошие кстати фото получится облака отражаются делать массажер на рамшрут где машины есть а может быть ну да мне кажется это те старые бревна вон 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 они остались все правильно не ну при желании мы можем здесь пройти при желании это будет даже такой экшен идти не вот здесь мне кажется и вон там просто перепрыгнуть да мне фиолетово я могу вообще разуться ну чё как то да понятно ты между по корням ну попробуй да это понятно можно да ладно я надеюсь я телефон не потеряю опа и что и что меня будет видно давно у меня не было таких приключений не ну слушай здесь угарно а еще учитывая что я не спавши толком я опять занимаюсь какой-то дичью ну да ты прав там можно провалиться так ты здесь шел вроде да пожелайте мне удачу так чтобы не прерывать запись я сейчас вот так сделаю уж немного будет шумно но я думаю это того стоит так что я провалился да ну ничего нормально мне не привыкать лазить сырым так осталось здесь пройти ты здесь где шел вот поэтому я и люблю те слои эти как их называют тапки которые тряпочные как носки с подошвы но у меня на них умерла подошва поэтому мне сложно в них теперь ходить ладно сейчас мы воду выйдем из ботинка ну да вот они они их наверно просто на дорогу скинули скинули смотри не та речка та речка вон да та трубочка когда идешь на берете помнишь там проходишь резинку на середине пути ну который вот мне кажется не но я имею ввиду вот где старая была это как ее гать из больших бревен ну а тут мост как ты говоришь вон он его не размыл ну ладно сейчас это снимать оба ну чё ребята как говорят на платных но в смысле где зарабатывают деньги на ю тубе все ради вас не нормально хорошо я стильки приклеил я прям пошел но перед тем как идти я серёге говорю суши давай стильки приклеим на всякий случай так что бывало и хуже но могло конечно быть и лучше в этот раз зато получилось эффектное видео как название придумать у меня за счет проблем какая я не знаю как видео называть я уже все название перебрал и у меня получается там атака клещей а здесь можно назвать бобровая плотина бобры сделали подков чтобы мы провалились ну короче беда с названием хоть уже знаешь как называть вылазка номер 178 вылазка 726 там вот в таком духе хрен знает ладно чё мы по этой дороге пойдем смотри по этой да попробуй пройти ну все ща ну вот и заодно испытал китайский костюмчик не зря я его купил так погнали вот интересно почему здесь вот да получается река отходит сюда тут забито все да затянуло ну вот поэтому да оно все туда и утекло ты думаешь ну оно течет но слабо да значит просто здесь это на нее напруга такая но она стоит короче стойкая как этот дот ща я вот здесь засниму насколько чё провалилось я бы конечно мог еще и искупаться но как я уже смеялся если это видео наберет сколько-то лайков и сколько-то комментариев то еще можно чё там валяется труба я вот о чем подумал ведь когда мы с Серегой ездили здесь да на велосипеде здесь же не было вот этого ну реки именно здесь она была вон именно там и всего скорее вот это место прокопано экскаватором уж больно ровное и вот правильно она текла там поворачивала вон туда из-за этого там был такой типа пруда и дальше тихонько ручей тек а здесь все перекопали и пустили по новым направлениям и вот мы сейчас имеем то что имеем сейчас еще вот здесь пройду ну да с этой стороны как видите мощно вытекает слушай и вот если бы они были побольше но это надо точно знать что там нет никаких палок можно было бы экстремально с той стороны нырять а здесь выплывать короче классно ну да вон там впадает туда не пойдем вон где впадает на стрелку этой реки новой и того ручья вот ручей был возик это возик мне кажется не возик возик ма ты думаешь это она ну хотя да тут другой то реки нету ну знаешь ребята мы снова на возик все равно название интересно возик манаром пекша такое ощущение как говорят альтернативщики как будто нас заселили на чужие земли я не понимаю этих названий ну да ну это опять это блин стиль в стиле Гусева и Задорнова если рассуждать так ладно сейчас я сниму не мне хотелось именно на стрелку здесь ребята что-то непонятная какая-то местность в общем мы решили подзабить и не ходить туда как-нибудь в следующий раз в общем получается мы немного вас мягко говоря заинтриговали но не пошли да не ну а что так поугарать вот эти камни здесь везде да если вот так уже смотреть как будто здесь вообще нет никакого течения реально как будто все течение только у той трубочки ну сейчас посмотрим вот это дерево оно одно единственное и оно стоит на маленьком островке видно ребята кто обкапывали это дело либо так прикольнулись либо все-таки это разливом пока все залито а может быть здесь было так всегда но мы же раньше сюда не ходили поэтому мы не знаем это всего лишь наше предположение я надеюсь что сейчас будет видно что оно стоит на острове это как одинокий человек на необитаемом острове дерево одно само по себе у кого-то точно есть чувство юмора вот такая здесь красота здесь только фильмы постапокалиптические снимать что мир рухнул и все подались искать лучшую долю где сейчас посмотрим может быть ты имеешь ввиду это от хвоста кстати кстати похоже что это может быть от хвоста не ну они знатно вон ту березу погрызли сколько они их уронили раз два вон одно уже пенек как карандаш возможно вон ту березу они уронили вон те под вопросом две березы вдали в общем грызут тут по полной сейчас вон Саша обнаружил следы похожи такие на кошачьи лапы наше предположение что это лиса собак тут точно нет но может быть это и рысь крупнее ну ладно хорошо что не рысь а то Сереге я сказал что мы идем веретьево здесь мы первый раз нас бы в этом месте точно искать не вообще блин слушай жалко что здесь нельзя в этой реке искупаться офигенно я бы занырнул и было бы классно какие-то вон круги на воде есть охуенно ты видел как хвостом ударил это нас выгоняет а нас не изгонишь как думаешь где вынырнет вон 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 пузыри идут угарно туда думаешь он попер бобер вынырни сделай нам контент думаешь это бобер там такое ощущение как будто либо стреляют так ладно идем не выключаем я уже вижу название видео охота фото охота за бобром вон от него пузыри давай выныривай хорош где-то вот он жук да бобер сделай нам контент хотя правильнее сказать бобр это это уж я их бобер зову я бы отвесил шутку насчет бобра но я воздержусь ладно видимо не судьба больше ну что нету больше пузырей нигде опа как тогда с деревом который ты пилил я же телефон буквально выключил на камера переключался мы же вот снимали на этот телефон и все ладно я думаю действительно ушел в никуда опа да вот пузыри опять суши так он походу вот так плавает что ли за нами он наверно из-под воды смотрит и думает ну чё загрызть них или пусть дальше идут да не я думал тут еще ты правильно чтобы надо стоять минут 15 ну ладно все что могли мы сделали пойдем дальше теперь у нас сомнений нет точно что это возихма вот дорога про которую я шел рассуждал который идет к той гате вот там дальше и есть та дорога на вереть его по которой мы ходим обычно а это дорога получается вдоль реки и вот как раз этот ручей куда саш пошел про который я говорил что он течет в сторону иванов о чем я и говорю здесь плане воды прожить можно неделю главное чтобы была еда вот это ручей который впадает здесь вода по-любому чистая но да она торфяная это нормально мы же пили чая из это извозь их мы до ковидные времена когда еще вереть его царь жил и ничего мы живы вон тоже откуда чет течет уж до того ручья мы не пойдем вот у меня мысль такая вот сзади меня такой мини водопадик ручей вытекает из болота и этот ручей шел вот раньше в ту сторону потому что вон там дальше вон то вон там там еще один вон ручей мы видим впадает и скорее всего сделали вот эту трубочку когда вдоль реки делали сам кто вижу да лиса но я ее уже снять не успею к сожалению все мы выяснили это было лиса значит нашла и вот эту трубочку чтобы в воздух молода утекала нам поставили недавно вот теперь я для себя открыл откуда ручей тек ничего лесу мы не будем бегать правильно вот кому интересно вот как бобры занимаются архитектурой сгрызли все что можно сгрызть почти кедли для боулинга вон там валяются как будь то он такие веселые зверушки может быть не на угар на угар пилят до значит мы еще немного и там тут мне кажется уже бобров нету здесь это слишком мелко но вот это как думаешь это естественная да вот там там точно нельзя было проехать чисто размыто если здесь вдоль берега нища подкопали и вот тоже свои почему вот здесь действительно засыпано а там он снова продолжается стран вот мы нашли как они копали почему она прямая они ее рыли экскаватором и вот почему-то в этом месте он прямо видно да от экскаватора эти зазубрина или как их там назвать от ковша вот они сзади меня и они почему-то оставили вот этот кусок и река обтекает вон там в круг странно все что им здесь мешало прокопать вот так ровно ну да я вот и не пойму почему так странно это странно хотя вон там если посмотреть в глядеться там тоже в рытое такое место я не думаю что у реки были такие берега как скалы резко обрывались туда не просто мне кажется не смогли проехать и тут слишком много всяких он я смотрю пеньков корней старых может из-за этого но так круто круто смотрится здесь вообще вот когда не было дороги здесь же болото было он сколько повальных деревьев везде не на у меня сразу такое впечатлением как мы тогда идем в сужу такая дорога песчаная ни конца не края что спереди точнее что сзади что спереди угарно я все думаю бобры кору так сжирают да наверное деревья чистые вообще так ни один плотник не обделывает хорошо как одних обога обожрали как на токарном станке точеная все если бы у нас видео было постановочно мы бы сказали что это бобровая нора но мы просто думаем что это размыло провалиться вы зацените корни от деревьев здесь какая мощная гать прям вот под этим песком вообще зачетно круто он корневище сколько ну да а здесь вот эти оконцовки этих деревьев ну чё там тоже он смотри какая-то старая да это маршрут старые сейчас сейчас я покажу наверно потому что на карте она там как змея да вот они и выпрямили как саша сказал а вот она текла он ее старая маршрут так скажем вот он здесь проходил я так думаю потом вот так и вон туда туда и потом где-то вон там она опять туда куда-то шла из-за этого тут все так и сделано а может и ходят не ну здесь круто берега настолько крутые вот все это вообще жестко конечно есть так смотреться целый корень дерево и на всем этом стоял я он она как там круть по-другому не скажешь кто любит ходить по лесам тому здесь должно очень понравится тем более теперь столько удобств пройти по вот этой дороге как бы она стала и проще а для тех кто хочет экзотики просто надо перейти на тот берег и спокойно можно там передвигаться вон они он тачка стоит или это жгут что-то но значит да да я тоже думал там не размыло мне кажется да мы пришли вот оттуда ну знаешь чё плюс что нас никто в этот раз не видел но я виду из них но чего вот здесь горит чё тут за ритуальные костры на пасху я так понимаю а ничего ценного я в данный момент не сниму не нас уж на них конечно интересное вот уже который раз мы приходим да и у них горит здесь костер они не боятся тут все спалить ну здесь я думаю комментировать не надо где мы находимся и так все поняли я думаю они все уехали судя по одному видео в интернете которые снимали не мы там видно что пришли люди заглянули везде в котельную не в котельную и не нашли здесь никого тогда он вагончик открыт они в вагончике всего скорее значит они там в принципе чего удивляться сейчас фоточку и можно дальше идти план идем мы дальше здесь вы все видели все знаете я думаю здесь нет смысла что-либо снимать нас конечно здесь сегодня ночью не будут привидения ходить вчера я уточнил у знающих людей веретевский клад так до сих пор никто и не нашел вот он находится где-то в этих лесах сзади меня соответственно точное место определить не смогли хотя кто только не копал если кто-то захочет попробовать его найти вам вот сюда как говорится удачи вам прикольно это журавли до надеюсь их будет видно и слышно вот уже слышно звук текущей воды из-под моста ну смотри мост стоит прямо как будто они смотрят наши видео помнишь когда мы с тобой шли в сужу рассуждали что мост как на сужу надо поставить здесь и смотрю он практически такой же бетонный течение пока в реке мощная не ну я вижу что спала а я вставлю твое видео сюда река разлилась тут опять начало проваливаться там все забилось каким-то пленым и травой вот тут он все тоже проваливаться вот тут он все тоже проваливаться чем сильнейший Компira вот у меня вот вот то вот 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 еще чуть-чуть и уже эти трубочки не будет хватать для того чтобы вода успевала протекать надо будет сюда еще следующий выходной прийти посмотреть все изменится ты какого был 16 не 16 я 16 ходил и ты 16 ходил у меня-то она сохранена в телефоне ты его в телегу прислал я его скачал и сохранил в телефон да я вижу что из одной сейчас посмотрим чё на той стороне я снова в кроссовках через весь снег вот так где в общем где-то вот посюда я сейчас снегу шел было очень интересно учитывая что это нога и так сырая здесь он стою здесь он все рушит и туда он проваливается ну все я прошел как и всегда ну да мы стояли вот кстати сейчас стас смотри уже земли насыпали до самой самой так и чё это было что-то какое-то оповещение на телефоне вылезло хотя в нем даже нет сим-карты не чё-то другое как программа сработал но здесь так здесь как все видите полный срач вся грязь сюда стеклась вот минус этого моста мы все рассуждали как чё будет вот теперь он собирает все дерьмо если она раньше протекала свободно теперь вот как-то так им надо было этот мост строить знаешь какой я забыл как он называется из бревен то они такие делаются над этой и они там за счет как-то бревна лежат друг на друге и за счет этого мост не проваливается трубочка это конечно классно но вот результат такой к сожалению да ну туда мы еще не пройдем здесь потому что тоже он этот ручей в общем ладно я думаю на этом все больше вроде как снимать нечего миссия наша выполнена потому что саша позвал меня в эту поездку чтобы посмотреть в размыло ли в этом году мост или нет если вы посмотрите видео с прошлой пасхи когда мы здесь были здесь старую трубочку унесло нафиг переломал пополам и вот осталось как сказать вон там был такой типа котлована размытый а мы точнее стас и никита они вот здесь по дереву перешли по моим даже вон то дерево валяется до сих пор там вдали если его видно а я ходил он там дальше переходил потому что это дерево было не для меня не с моим зрением здесь лазить и ну чё сказать конечно в этом году здесь ничего не размыто но все загажено в общем ребята и девчата я не знаю чё еще говорить поэтому сейчас схожу вон туда посмотрю как надеюсь я не провалилась круть а тут такой заворот до вот теперь я смело могу сказать что это было ахуенно всем пока увидимся когда увидимся что у меня не было таких приключений ну да а еще учитывая что я не так что я опять принимаю что ты какой-то бичик ну да ты прав там можно провалиться так ну да ну да ну да ну да ну да я провалился не промок ну ничего нормально мне не привыкать лазить сырым так осталось здесь пройти ты здесь где шел по деревьям по этим вот поэтому я и люблю те свои эти как их называют тапки которые тряпочные как носки с подошвы но у меня на них умерла подошва поэтому мне сложно у них теперь ходить ладно сейчас мы воду выльем из ботинка